Вас приветствует команда проекта «Универсальная система учета». Мы занимаемся разработкой специализированного программного обеспечения. Вашему вниманию мы представим программу для автоматизации любого производственного предприятия. Это может быть пищевое, строительное, текстильное или любое другое производство. Программа запускается с ярлыка на рабочем столе. Появляется окно входа в систему. Каждый пользователь может работать под отдельным логином, который защищен паролем. Также у каждого сотрудника могут быть индивидуальные права доступа, чтобы он видел лишь ту информацию, которая входит в зону его полномочий. Отдельные полномочия настроены для менеджера, кладовщика, работника цеха, бухгалтера и руководителя организации. Мы зайдем под ролью «main», что с английского означает «основной», чтобы видеть весь функционал. В первую очередь в нашей программе с помощью специальных справочников вы сможете настроить производимую продукцию. Для примера мы будем выпускать 4 вида хлеба. В отдельной категории также составим список сырья, которые потребуются для нашего производства. После этого у нас будет возможность заполнить так называемую калькуляцию. На каждый вид выпускаемого хлеба мы покажем количество требуемого сырья. А приходовать приобретаемое сырье можно в специальном модуле «Товар». Указываем дату поступления, на какой склад сырье пришло, от какого поставщика, а затем внизу перечисляем все, что в рамках приходной накладной было нами куплено. Актуальные остатки по любому складу в режиме реального времени можно смотреть в специальном отчете, который формируется за нужную дату. В нем будет отображаться количество продукции на начало дня, количество прихода и расхода, а также остаток на конец дня. Обратите внимание, что все печатные формы в нашей программе именные. Они будут формироваться с реквизитами и логотипом вашего предприятия. Теперь сразу можем приступить к работе с клиентами. Для этого зайдем в модуль «Контрагенты». Для примера мы внесли несколько магазинов, которые и будут являться нашими покупателями. Обратите внимание, что всех клиентов можно делить на категории, например, «Маленький» или «Большой магазин». Клиенты могут одну и ту же вашу продукцию покупать по разным ценам. Для этого мы указываем, по какому прайс-листу будем работать с конкретным клиентом. Покупателям можно присваивать статус для некой внутренней дополнительной классификации, чтобы разделять порядочных клиентов от тех, кто не любит вовремя оплачивать. По каждому клиенту отмечается, какой менеджер с ним работает и в маршрут какого водителя он попадет. Внизу, на вкладке «Контакты» можем составить список контактных лиц по каждому клиенту. Специальный отчет «Акт сверки» по любому клиенту отобразит текущую задолженность. Наша программа реализована по принципу CRM – «Система учета клиентов и взаимоотношений». Это значит, что ваши менеджеры на вкладке «Работа» смогут отмечать всю выполненную и планируемую работу. Это очень удобно для самих менеджеров, так как в специальном отчете они смогут видеть все планируемые дела на любую дату и ничего не забудут. Также руководитель сможет контролировать работу всех менеджеров. Более того, при приеме новому сотруднику будет очень легко войти в курс дела, так как по каждому клиенту уже будет расписано, когда последний раз с ним связывались и на чем остановились. В программе «Универсальная система учета» использованы современные технологии. Чтобы сделать вашу связь с клиентом еще прочнее, вам будет предоставлена функция SMS-рассылки. С помощью нее вы сможете оповещать своих клиентов о различных акциях или скидках. Теперь, когда мы научились работать с клиентами, давайте начнем принимать заказы. Это делается в одноименном модуле. Когда мы его открываем, программа нам дает возможность при помощи поиска отобразить заказы за нужные даты. Сверху видим список заказов. Если выделить любой из них, снизу будет перечислена заказываемая продукция и отображена общая сумма заказов. Когда заказы на определенную дату набраны, можем их распечатать в виде специальной ведомости. Причем отдельная ведомость будет сформирована по каждому водителю и его маршруту. А общую ведомость можно будет передать в производственный цех. Сотрудник цеха работает в модуле «Производство». Сверху указывается дата производства, а снизу автоматически заполняется количество продукции, которую в этот день необходимо произвести. Данная информация берется программой с принятых заказов. Пользователю можно изменить предложенное количество, если на вашем предприятии продукция выпускается с запасом. Программа может работать и с полуфабрикатами. В нашем примере это закваска, которая необходима для производства хлеба. После того, как план производства составлен, можно посмотреть, сколько потребуется сырья для выпуска намеченного количества готовой продукции. Количество выданного сырья отмечается на специальной складке. Теперь мы вам представим специальный отчет «Прогноз производства». Интеллектуальный аналитический механизм, заложенный в программу УСУ, в любой момент сможет проанализировать имеющиеся на складе остатки сырья и спрогнозировать, на сколько дней их хватит и какое количество готовой продукции вы сможете на этих остатках произвести. Также в программе представлен целый комплекс управленческих отчетов для руководителя. Рассмотрим некоторые из них. Отчет «Платежи» выведет общий оборот и остаток средств по каждой кассе и банковскому счету. Всех должников можно будет увидеть в отчете «Долги». В отчете «Продукция» можно будет просмотреть количество проданного товара и заработанную с каждого наименования сумму. Визуально с помощью диаграммы можно будет легко понять, что продается лучше всего. Отчет «По сотрудникам» покажет количество новых привлеченных клиентов. На диаграмме будет отображено, кто из менеджеров заработал больше денег для организации. Отчет «По прибыли» рассчитает прибыль за каждый день работы предприятия. Также можно просмотреть рейтинг самых покупающих клиентов – тех, кто тратит больше всего средств. Здесь же будет наглядно показано в разрезе выпускаемой продукции, какой товар наиболее интересен таким покупателям. А на диаграммах вы сможете увидеть визуальное представление данных как по самим клиентам, так и по категориям клиентов. Если вы будете отображать в программе все движения финансовых средств, в отчете «Статьи» можно будет посмотреть общие суммы в разрезе финансовых статей. А разбивка по месяцам покажет вам тенденцию роста или уменьшение показателей с течением времени. Каждый аналитический отчет может быть сформирован за любой период, а это значит, что можно будет сделать анализ работы организации за день, за месяц и даже за целый год. Мы показали вам лишь небольшую часть из всех имеющихся в программе возможностей. Более подробную информацию вы можете узнать по контактам, указанным на официальном сайте usu.kz. Мы работаем с организациями по всему миру. Звоните или пишите. Узнайте, как мы можем автоматизировать вашу организацию. Универсальная система учета. Управляйте бизнесом правильно!